Сила Розуму. Межрегиональный фестиваль интеллектуальных гульнив Игуменская Завея в 15-й раз собрал знатокозу всей Краины. Больше за 30 команд смагались у логицы и эрудиции. На турнир селета завитали и гости из России, школьники Московской области. Пераможцами Игуменской Завеи 2013 стали борисовские разумники. Виктория Свирская про интеллектуальную заверуху. Идея масштабного интеллектуального турнира народилась еще в минулом 100 годе. 97-й год. Для аматору, что декали, стал выращальным. Месяцем проведения брали лютую отповедность с календаром Белорусской лиги интеллектуальных команд. А назва заявилась, так бы мовить, гуляющим. Название родилось как-то так спонтанно. Февраль, метели, мы смотрели в окно и решили, что прилагательное сразу нашлось Игуменское. Потому что клуб Игумен, потому что это древнее название нашего города. А когда посмотрели в окно, там снег просто сыпался так. И кто-то сказал, о, метель. А по-белорусски как? Завея. Ну вот так, собственно говоря, чисто случайно родилось название, которое знают теперь во всей республике. Леонида Климовича называют батьком Игуменской Завеи. Тому старается не пропускать неводного турниру. У знатока с Завеей узаемное почутти. Она мне дает ощущение собственной нужности. Если меня зовут, значит я нужен, значит это хорошо. И совершенно потрясающая была вещь, когда два года назад, как раз из санатория сюда приезжал после больницы, и вот мне сделали замечательный подарок – валенки. И вот в этих валенках я хожу до сих пор. Межрегиональный фестиваль в самый раз называть международным. Неодноразово гостями Завеи становились россияне. Вот еще лета энергичная команда из юбилейного города Братима Червеня не обышла боком престижные разумовые баталии. Наши команды из города юбилейного приезжали уже сюда, и мы приезжаем уже сюда третий раз. И нам очень нравится, это очень интересно, и мы очень вам благодарны за то, что вы нас приглашаете именно на ваш праздник. Увлечение подобными конкурсами у меня давно уже началось, но в основном я начал ходить на разнообразные олимпиады и подобные конкурсы где-то два года назад. То есть я ходил на физику олимпиады, на олимпиады по алгебре, на ломоносовские турниры. Некольких конкурсов и кожный с команды может найти, что ститикавое особисто для себя. Интересно, знакомишься с кем-то, и вопросы интересные, и игры необычные. Не просто, что где, когда своя игра, а метелица, игуменские соты. У склада судейской комиссии вопытные знатоки Ганна Миронович сегодня по той бок завеет. Ностальгию не стремать. Очень хочется поиграть, очень хочется посидеть там, а не здесь. Ну, здесь тоже интересно, но воспоминания, конечно, накрывают немного. Каждая игра неповторимая особенно, и было очень интересно, здорово, и хотелось бы еще. Миколай Острейка сегодня привез свою команду. Разом с игроками Олег Паза за ликом, Рошая за данным. По данным интернета, на сайт программы «Что, где, когда?» в Москву ежегодно поступают от 300 до 400 тысяч вопросов. И, например, я уже этот вопрос сыграл с учащимися, они уже знали ответ, а он только в позапрошлом году сыграл на «Что, где, когда?» в московской программе «Что, где, когда?». Интеллектуальное хобби для их усих – справа життя. Тут я на усе пероможцы. Зарадка для розуму за усе деда речи. А тому можно зрозуметь, 15-й турнир только-только завершился, а уже сотни его аматеров чекают наступной встречи.